Привет, Рустам. Привет, Рустам. Как у тебя дела? Все замечательно, спасибо. Расскажи о себе, чем ты занимаешься, как ты приехал сюда в Челны, увлечения, хобби, ну и, естественно, о себе. Так, ну и сказать о себе. Хочу рассказать о себе. Я родился в небольшом селе Республики Башкортостан, село Краснохолмский Калтасинского района. С детства родился заболеванием фосфат-диабет, то есть у меня слабые кости. И с шести лет мне начали делать операции. Я рос единственным ребенком в семье. С шести лет начали делать операции. Естественно, очень много лет я обучался на домашнем обучении. С шести лет я очень много лежал в больнице до подросткового возраста. Ну и параллельно мне больше было увлечение. Это спорт. Увлекался спортивной литературой, строением человека, строением мышц, анатомия, параллельно медицина. Потому что у меня очень много лекарств пичкали, так сказать. И был восхищен такими выдающимися атлетами, как Арнольд Шварценеггер, Серджио Олива, Ли Прист. Их мышечной массой, их силой. Сила воли, стремления. Да, до этого я был ими заряжен. Они подпитывали меня. Очень любил Джан-Клода Ван Дамма смотреть, как он там не сдавался, всех побеждал. Я тоже думал, что я вот буду всех побеждать. Ну вот это задало такую с детства тенденцию и понимание спорта. То, что чтобы быть спортсменом, в первую очередь надо заниматься, надо быть целеустремленным, надо себя ограничивать, в рамки ставить, что много чего не позволительно. Да, в дисциплине. Благодаря спорту я преуспевал и в учебе. То есть я занимался дома, отжимался, подтягивался, все это старался делать. Вот. И, в общем, как я в спорт пришел? В 14 лет, когда более-менее после операции остановился, начал ходить в школу, в обычную, пошел в спортзал, хотел качаться начать, увидел тренажеры, все это влекло мне, все это было интересно. У ребят спрашивал, что это делается, как называется. Вот. Так как у меня уже понимание было, у меня уже понимание о структуре человека, его мышечной массе, то есть мышечных строений. Вот. Ну, мне через неделю уже запретили ходить в спортзал. А, да-да, запретили, сказали то, что, ну, увидели дефекты мои ногах, то, что я хромаю, думали, что я там поломаюсь, не дай бог, что случится. Ответственность, их тоже можно понять. Ответственность на себе никто не хотел брать. Вот. Потом на родительском собрании маме объяснили то, что, ну, лучше не надо. Вот. И врачи говорили то, что, так как у меня слабые кости. Вот. В дальнейшем обнаружил, что только в ногах. Вот. И сказали, что я, ну, вообще буду ломаться и ломаться. Это очень, ну, не очень хорошо для ребенка. Вот. Ну, и, в общем, не сдавался, занимался дома, отжимался, подтягивался. Вот. И постепенно потом, после больших тяжелых операций. Вот. Вернулся в спортзал, уже был более-менее подготовлен. Вот. И там начал заниматься, мне заметили. Мне начали помогать, поддерживать. Вот. Где-то блины тяжелые. Ну, и тоже через полгода выступил в первых своих соревнованиях среди здоровых ребят, так, как я еще и не знал, что есть. Жим лежа со штангой среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2005 году выставил в своем первом соревновании. Это было сельское соревнование среди своих же ребят. И занял, ну, второе место. Там штанга с весом 60 килограмм на количество раз. До сих пор помню, что я его пожал на 17 раз. Потом предложили попробовать себя выступить в других соревнованиях. Это именно среди людей с инвалидностью. Вот. Мне это было немножко дико слышно. Я с первого раза отказался. Думаю, я и не готов. Я не такой уровень, чтобы в таких больших соревнованиях уступать. Через полгода поехали на таких своих первых соревнованиях. Это был Кубок Республики Башкортостань по жиму лежа среди людей с инвалидностью. Ну, в общем, там при собственном весе 49 килограмм я пожал штангу 80. Вот. И там меня уже заметили. Там у меня появился свой первый профессиональный тренер Шейко Борис Иванович, который предложил мне выступать, продолжать данное выступление. Потом я на некоторое время переехал в Уфу, начал заниматься, начал тренироваться у такого профессионального тренера. Вот. И через некоторое время мы поехали на Кубок России, который был в городе Сочи. Вот. Впечатлений было очень много. Было много страха. На таких больших соревнованиях профессиональных я занял четвертое место. Был очень горд собой. Но с тех пор у меня начали делать сложные операции. Вот. Именно и в городе Курган. Закончил школу, поступил в Сарапожский колледж для инвалидов Республика Удмуртия. Вот. Взял, так как было осложнение, взял Академию отпуск и посоветовали поехать именно восстановить свои ноги, восстановить свои, исправить свои деформации в городе Курган. В городе Курган, где я там лежал первый этап полгода, второй этап семь с половиной месяца. Вот. Где мне исправляли, вставили аппарат Элизарова. То есть от бедра до пяток ног. Было очень сильно тяжело, сложно. И морально, и физически. Вот. Я думал, что с ума сойду. Но, тем не менее, выдержал. Чем я и горжусь. То, что прошел этот сложный этап в своей жизни. Что, что перешагнул через эти боли, мучения. Этот результат стоит того. Вот. Выкинул параллельно свой рост. Метр. Ой. Выкинул параллельно выкинул свой рост. Раньше я был метр сорок три, а сейчас метр пятьдесят три. Вот. И качество жизни изменилось. Вот. Стал уже лучше ходить, меньше хромать, больше передвигаться. И по сей день я занимаюсь ногами. Вот. То есть развиваю их. Так как у меня удлинили рост, удлинили ноги, кости, у меня мышцы натянуты, как струны. Вот. Это упражнение мне тяжело дается. Но спасибо нынешнему моему тренеру, Хабибуллину Артему, который мне развивает, помогает, подсказывает. И всегда со мной при сложных упражнениях для ног. Для тебя занятие спортом – это была сама цель жизни? Или это просто дополнение, чтобы жизнь была наполнена чем-то? Ну, во-первых, для меня вначале спорт, спортзал был как таково ЛФК. Старался как-то поддерживать здоровье, поддерживать свои здоровья ног. Вот. Просто, чтобы мускулатура какая-то появилась. Вот. Чтобы не пополнить. Ну, да. Затем я там нашел единомышленников, друзей. У нас была своя такая веселая атмосфера, свой юмор. Вот. И было вот это приятно осознавать, что есть такие клевые люди, которые готовы тебе помочь просто за спасибо, которые ты сам хочешь помочь. То есть взаимопонимание, как бы взаимовыручка в дружественном таком контексте. Ну, то есть нашел друзей единомышленников там. Ну, а затем потихонечку-потихонечку, даже сам не предполагал свою жизнь связать именно с спортом. Вот. И потихонечку уже начал заниматься и попробовал именно жим леж со штангой. Вот. И так как я уже дома до этого отжимался, я уже начал не с таких пушистых, грубо говоря, как у нас говорится, весов. Ну, немножко посерьезнее. Вот. И уже приятно было осознавать то, что ты намного легче. У тебя есть небольшие трудности при выполнении тех или иных упражнений. Вот. Осознавать то, что ты занимаешься наравне с ними. То есть у тебя нету рамок уже. Тебе, наоборот, увеличивать хочешь свой ресурс, свой потолок, потому что хочешь достигнуть их уровень и перерасти. Какой-то азарт появлялся. А какими трудностями ты столкнулся на этом пути? Что для тебя было самое тяжелое? Спасибо. Очень интересный вопрос. Трудности было в том, что многие упражнения мне не давались, так как мне нельзя было поднимать тяжелые веса на ноги. Вот. Я все упражнения старался выполнять в сидящем и лежащем положении. Вот. Естественно, там, как ты уже знаешь, как сам спортсмен, то, что многие упражнения полезные уже сокращаются. Ну, вот. И старался именно выполнять на ту определенную группу мышц и именно те упражнения, которые им подходят, которые мне комфортно, с которым именно с техникой правильного выполнения. Старался этому придерживаться, этому следовать. А были ли в зале какие-то люди, которые негативно относились к твоему посещению? К моему посещению такого, как того, не было. Ну, изначально там не было такого негатива, что ли, ко мне. Да что... Ну, были какие-то взгляды, типа, что он здесь ходит. Типа, зачем он мучается вообще? Сиди дома, что ты здесь делаешь-то? Да, когда уже во время тренировки или в конце тренировки у меня веса увеличивались, или тенденция, что люди, когда видели, либо тот человек, который негативно говорил, либо смотрел, что именно все не так уж и глупо все это выглядит, не так уж все это безнадежно. То, что я могу очень много упражнений выполнять, и, как сказать, с шуточными весами, вот, и наравне с ребятами, вот. Ну, какое-то впечатление, мнение менялось, и были уже другие вопросы. Вот, а как это делается, как это выполняется, вот, как это сделать? Вот, как-то вот так. Скажи, какие у тебя есть достижения в Паула Литинге? Какие звания или медали, грамоты, заслуги? Ну, эти достижения, нельзя сказать, что они мои, они совместно с тренером, с первым моим тренером, который был у меня в селе, с Рузелем, потом с его братом Ильгизом. В дальнейшем, когда я уже поступил в колледж, когда меня заметили, именно с Шейко Борисовичем мы уже начали выступать на российском уровне, а также на Кубке Башкортостана, ну, на декады инвалидов. Это был совместный труд, вот. У меня было только... Они мне дали направление, дали знания, направление, дали технику, навыки. С Шейко Бориса Ивановичем мы выезжали на всероссийский уровень. Потом, когда я переехал в Казань, поступил в Казанский авиационный университет, там уже Патрудинов Николай, который тренирует Айрата за Киева, такого очень адресного парня. Он мне дал очень много знаний, навыков. Мы с ним также выезжали на российские уровни. И со временем я как бы, когда уже Батрудинов Николай ушел, так сказать, уже на пенсию, я уже начал самостоятельно тренироваться потихонечку, соблюдая также технику и планы тренировок. Ну и начал уже выступать в других федерациях, пробовать себя. Попробовал себя в других альтернативных соревнованиях. В 2015 году выехал на чемпионат мира в федерации НАП, где я занял первое место, взял абсолютное первенство, в абсолютном зачете. И потихонечку тенденция пошла. В год несколько соревнований, как правило, от 4 до 5. И когда я переехал, устроился на новую работу, переехал с супругой в набережной Челны, начал уже тренироваться с хорошим опытным и грамотным спортсменом, спортсменом, как Артем Хабибуллин. Тренируемся в хорошем спортзале Рубин Джим. Вот. И тоже по новой методике, плану, уже с соблюданием, с уже жестким соблюданием белков, жиров, углеводов в моем рационе, уже как бы нашел свой путь в этом городе. Какие у тебя есть звания? Может быть, ты разрядник по полунику или там кандидат? В АПФ я еще давно, в студенческие годы, когда еще учился в Сараповском колледже, я выполнил КМС. Потом с периодом времени перешел на другую федерацию, там и результаты подросли. Я уже в федерации НАПП в 15-м году выполнил мастера спорта международного класса. Вот. В 2018 году, уже в прошлом году, я осенью федерацию ВРПФ выполнил мастера спорта. Также осенью в городе Рыжевске в федерации Союз паралюфтеров России тоже выполнил звание мастера спорта. Свою весовую категорию среди людей с инвалидностью, с прохождением допинг-контроля. Какое у тебя образование? Где ты работаешь? Образование у меня высшее и среднее, среднепрофессиональное. Вот. Сам по образованию инженер-радиотехник. Сейчас работаю в научном техническом центре КАМАЗ. По профессии инженер-конструктор третьей категории. Устан, я знаю, что ты женат. Расскажи про свою жену, про свою семью. Отделяет ли она проявления? Да, я женат с 2013 года. Мы с ней вместе работаем в НТЦ КАМАЗ. Она тоже получила высшее образование. По образованию она инженер-материаловед. И работает в этой же профессии. Мы... Насчет разделения. Она меня всегда поддерживает. Она мне делает дома массаж, растяжки. Те, которые необходимы мне. Она следит за моим питанием. Она всегда прислушивается к какому периоду времени. Подготовительной, либо загрузочной. Когда и какую мне пищу нужно готовить, предоставлять. Тоже она увлекается. Только не паралифтингом. Она просто поддерживает свое здоровье. Занимается фитнесом. Мы с ней вместе с утра едем на работу. С работы сразу едем на тренировку. После тренировки вдвоем уставшие. Но зато разгрузившиеся от рабочего процесса. Едем довольные домой. Вкусно питаемся. Все время вместе. Молодцы. И друг друга поддерживаем. Мне нравится то, что мы всегда друг друга поддерживаем. Нам нравится тем, что мы занимаемся. Наша профессия. И всегда стараемся каждый раз выложиться намного больше. Стать лучше тем, кем мы были две недели назад. Круто говоря. Рустам, расскажи о своих родителях. Ну, изначально, так как я родился заболеванием много. Родители мои очень терпеливые. С детства меня по всяким санаториям, по больницам, по реабилитационным центрам возили. У меня мама воспитатель детского сада. И она мне всегда занималась мной. Давала учить стишки. Всегда занималась мной не только в образовательном, но и с ногами. Всегда познавала, узнавала, где для меня лучше будет восстановиться. За меня всегда родители переживали и старались давать хорошее воспитание. Старались давать то, что я достоин. Нет. Родители всегда старались уделять очень много времени. Занимались мною. Возили по различным санаториям, по больницам. Лежали со мной. Где-то выдерживали мои крики, капризы. Им большое уважение. То, что они из меня сделали тем, кем я на самом деле сейчас являюсь. И про мои проблемы в детстве. Мама всегда говорила, это только твои проблемы. Тебе с этим жить. Тебе только с этим нужно бороться. На самом деле, ты кроме родителей никому пока не нужен. И мне дали вот это понимание. С этим пониманием я и до сих пор живу. То, что надо. Это все, что происходит только со мной. Это только мне надо. Мои проблемы. Ну, естественно, сам уже их решаю. Сам уже действую. Рустам, у тебя есть какая-то мотивационная фраза, любимая цитата? Расскажи об этом. Да, мне нравится давно уже. Нравится одна очень интересная цитата. Брусли. Не важно, как быстро ты движешься. Важно, что ты не останавливаешься. Рустам, что бы ты пожелал людям? Хочу пожелать, чтобы люди мечтали, чтобы оберегали свою мечту, чтобы занимались тем, что им действительно нравится. Если у кого-то нет еще мечты, нет призвания, чтобы наши находили его. Именно вот это и подпитывает человека, дает энергию, дает силы и новые возможности. Благодаря этому и раскрываются новые горизонты, и загорается зеленый цвет светофора. Бывают жизни, когда просто хочется сдаться, ничего не делать. В это время я просто перешагиваю, стараюсь перешагнуть этот момент, отключая разум и делаю то, что должен делать. Как ты плаваешь свои выходные? Чем занимаешься? Свои выходные? Ну, я очень люблю посещать кинотеатр, смотреть новые фильмы. И стараемся с супругой посещать кинотеатры, за чашескую кофе, смотреть новые интересные фильмы. Спасибо большое, Рустам, за интервью. Да, большое спасибо тебе, Рустам. Успехов тебе в спорте, в личной жизни, в семейной жизни. Как говорится, счастья, здоровья. Спасибо большое. Спасибо, Рустам, что уделил время, внимание. Вот. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин